Если для большинства россиян последний день ноября был ознаменован как Черная Пятница, время больших скидок, то для жителей подъезда номер 3, дома номер 6 по проспекту Ленинского Комсомола, Пятница стала черной совсем по другой причине. Было 12 ночи, в 60.10. Я говорю так и так. С пятницы на субботу. С пятницы на субботу на полка 6.57 капает с крыши. На что мне сказали, ваша заявка принята, это кровля, к вам утром придут. Я говорю, а что мне делать? У меня четверо детей, мама инвалид по зрению. Все течет, по проводке течет, все капает. Она говорит, я вас поняла, заявка принята, утром к вам придут. Потом я перезвоню, говорю, а мы же затопим, мы нижние этажи. Она говорит, а что я могу сделать? Подставляйте тазики. Сегодня Елена уже спокойно рассказывает о происшедшем. За два дня успели немного навести порядок. Хотя какой там порядок, без ремонта не обойтись. Обои отклеились, потолочная плитка упала. В квартире стойкий запах сырости. Жить в таких условиях непросто. Довольна лишь только плесень. Электричество пришлось отключить во избежание короткого замыкания. Вчера пришли электрики, правда, нам сделали свет в ванной, в туалете, в кухне. Все остальное мы нам сказали не включать, не трогать. У соседа по лестничной клетке ситуация схожая. С потолка до сих пор капает. От аккуратно сделанного ремонта не осталось и следа. Начиная рассказывать о случившемся, вскрываются и другие проблемы. Хозяин квартиры Артем Портнов говорит. О своих бедах заявляли давно, но никто не слушает. Большой объем, в котором образуется плесень. Мы сейчас все зачищаем, но надо постоянно держать открытыми локонами. Когда мы с маленьким ребенком жили здесь, невозможно, как бы постоянно тоже простужается. Соседка по подъезду, она обращалась тоже по поводу грибка в доме. Ей ответили у ЖЭКи, что это у вас только у одной. На самом деле дом настолько сырой, что плесенью на стенах может похвастаться практически каждый. У Елены Пушкаревой зеленые участки на стенах в каждой комнате. Многодетная мама жалуется. Дети болеют регулярно, и причина именно в этом. А ее соседка этажом ниже ходит теплоодетая. Из-за влажности приходится постоянно держать открытыми окна. Холодно. В те злополучные выходные она тоже боролась с потопом. Говорит, что всего этого можно было избежать. Звонили всю ночь и вот сказали, не можем приехать. Но если бы они отреагировали, приехали вовремя, этого всего бы не произошло, конечно. Она мне сказала, ставьте тарелочки. Я выливала ведра, в течение часа набиралось ведро. Ведро, тазы, одеяло, все это лежало, все это менялось постоянно, всю ночь. Предварительная причина случившегося – промерзание ливневки. Резкая смена температур – то мороз, то дождь. В результате чего вода стекала не по ливневым стокам, а через межпанельные швы. В понедельник пришли сотрудники жилотдела номер один, чтобы описать повреждения. А после ущерб будет оценен. Я пишу то, что вижу, то, что стены сырые, то, что проводка не работает. Я даю этот акт уже нашему инженеру по документации. Она составляет дефектную ведомость, на основании которой идет перерасчет или расчет с жителями. Ущерб хозяевам квартир, конечно, возместят. В какой мере, пока неизвестно. Но ремонт каждому придется проводить собственными силами. Что, к примеру, для мамы четверых детей Елены Пушкаревой – задача не из простых. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ.